Привет! Это канал «Как продать», интересное о магазинах и полезное о продажах. Сегодня рубрика под названием «Смотрим объявления на Авито», где я разбираю объявления на этом сайте, чтобы помочь желающим открыть кофейню в городе Москва. Ну, предположим, это будет помещение 20-30 квадратных метров, которые располагаются в трафиковых местах города Москвы. Абсолютно в случайном порядке я буду перемещаться между объявлениями на Авито и давать свой экспертный коммент, стоит здесь открывать кофейню или нет. Ну что ж, какие требования к открытию кофейни в городе Москва? Естественно, это трафиковое место, невысокая аренда, ну, по аренде еще посмотрим, и 20-30 квадратных метров площади, естественно, с фасадной вывеской и удобным входом для клиентов. Если вы хотите масштабировать свой бизнес, но в обилии всех тех вариантов, которые вы видите на сайтах или в городе, вы не можете выбрать наилучшее помещение для себя, залетай по ссылке под этим видео и записывайся на консультацию ко мне или к членам моей команды. Мы поможем выбрать тебе лучшее или лучшее помещение для развития твоего бизнеса. До встречи! Для этого переходим на сайт Авито и ныряем в поиск, будем искать коммерческие помещения, которые можно арендовать, чтобы открыть кофейню. Для этого выбираем коммерческие помещения, снять, свободного назначения, торговая площадь. Можно выбрать еще общепит, больше бы я не советовал. Площадь. Кофейня классическая, среднестатистическая, не может разместиться на площади меньше, чем, ну давайте так, 8 квадратных метров. Поэтому я поставлю, ну давайте 8 и максимально, ну давайте, максимально сколько? Ну давайте 40, ну давайте, давайте даже 60 квадратных метров. Может быть мы сделаем посадку. Цену сознательно ставить не будем, но чтобы отсеять какие-то предложения, которые касаются аренды юрадресов, давайте сделаем цену, ну минимум 30 тысяч рублей. Максимум, ну давайте 300, чтобы не брать, хотя нет, давайте, не будем ставить верхнюю границу. Так, выберем фильтр. Так, мы смотрим бизнес-центры, торговые центры нет, не нужны, административное здание, окей, жилой дом, окей, другое, окей. То есть мы исключаем только торговые центры, потому что это особая своя кухня. Так, помещение любое, вход с улицы, дворы нам не нужны, парковка нам не нужна, тип аренды и такая, такая возможно. Этаж нет, не подвал. 4 тысячи объявлений, кликаем на карту. Напомню, сейчас абсолютно любые помещения я буду смотреть, их комментировать и разбирать с точки зрения того, насколько они подходят под аренду кофейного бизнеса. Окей, естественно, все хотят в центр Москвы. Давайте пойдем, вот, вот она открылась, станция метро, станция метро Тульская. Погнали. 4 объявления в огромном доме на станции метро Тульская, в котором есть еще торговый центр корабль. В чем прикол этого здания? Допустим, давайте, вот, они все одинаковые, давайте любое объявление откроем. 33 квадрата, 190 тысяч рублей. Вот в этом здании невероятном. И здесь дается помещение на стрите, 27, там, сколько, 30 квадратных метров. Давайте я сразу скажу, это помещение брать нельзя, не нужно, потому что здесь нет трафика. У вас люди вышли из станции метро Тульская, сейчас я вам покажу, вот она, станция метро Тульская. И люди вот здесь снизу не ходят, им не нужно, ну, то есть туда некуда им идти. Это просто бесполезный трафик. Вы в этом доме, вот здесь будете кормить только жилой фонд, конкретно вот этого дома, возможно, сотрудников социального фонда. Все, ну, то есть здесь трафика нет. Как понять трафик, есть или нет, чуть попозже про это скажу. Ага, это ворки. Это коворкинг, ворки, который строится, который еще не заполнен. 400 тысяч рублей за 40 квадратных метров, грубо. Давайте посмотрим, какое это объявление. Скорее всего, это сдает сама управляющая компания. Тут уже есть значение кофикс. Видимо, он уже работает. На что здесь обращать внимание, ребята? Смотрите. Это помещение, которое находится на... А, во-первых, он еще в бетоне. Окей, то есть вы должны будете еще поднять с бетона. Поднять с бетона 40 квадратных метров, это, дай боже, это точно больше 1 миллиона рублей. Ребят, здесь вот к гадалке не ходи. Вам это нужно повесить по-хорошему на арендодателя. Будет ли он это делать? Я думаю, что нет. Так, давайте я еще открою Яндекс.Карты. Так, смотрите, мы анализируем в Орке вот это вот здание. В чем прикол? Здесь люди, выходящие из станции метро Тульская, идут вниз для того, чтобы дойти вот до этих бизнес-центров. Даниловская мануфактура, вот эта вся территория. Вот эти там Атом Энергопром, Сбыт. Короче, всю вот эту вот офисную кутерьму. Соответственно, ну и, естественно, W Plaza. Вот это здание и вот это. То есть в чем прикол? У вас вот эти люди, они пробегают мимо вот этого в Орке здания и бегут вот сюда. То есть что они могут сделать? Вот, они могут схватить на выходе из метро свое кофе, но им нужно будет по ступенькам пробежаться наверх, да? Вы видели в объяве, это первый, это не этаж земли. И потом они побегут в свой БЦ. Это всегда такая себе история. То есть у вас очень хороший бариста, быстрый должен быть, чтобы всю вот эту огромную тусовку вы перемололи. Какое количество работает людей в W Plaza в первом здании, во втором и в Даниловском мануфактуре? Ну, 3000 человек железно, а скорее всего, даже больше. Скорее всего, 4000. То есть минимум 4000 человек будет проходить между, не между, около вот этого здания в Орке. Но готовы ли они купить кофе? Если мы говорим, что мы работаем только на здании в Орке, там еще мало людей, там нет 500 человек, ну, то есть вы не выживете на этой аренде. В чем еще прикол? Прикол в том, что здесь есть здание арбитражного суда, сотрудники арбитражного суда могут ходить, но у них есть еще вариант ходить в Ереван-Плаза, как кушать, так и пить кофе. Вопрос. Поэтому я не рекомендую в Орке на данный момент времени по следующим причинам. Там еще недостаточно людей на самой этой площади, в этом здании. А площадь в Орке, сейчас давайте посмотрим, что еще важно делать, когда вы анализируете объявление, это понимать общую площадь здания, сотрудников которого вы анализируете. Поехали, смотрим. Большая. Как это узнавать? Вы просто гуглите. Большая, Тульская, 19, общая площадь. Вот так вот делаете. Информация о доме. Общая площадь, 15 тысяч квадратных метров. 15 тысяч квадратных метров. Как понять максимальное количество людей, которые там может быть? Все очень просто. Из той цифры, которую вы нагуглите, вы читаете минимум 20% и делите на 10. Это максимальное количество людей, которые там могут быть. 20% это МОПа, места общего пользования, и грубо 10 квадратных метров на одного человека. То есть, если здесь 15-500, вычитаем 20%, делим на 5-3 тысячи, 12, здесь максимум 1200 человек. Максимум. Там, скорее всего, сейчас их человек 300. Поэтому, если мы смотрим CapEx, то CapEx ляма полтора в помещении, плюс вы еще закупите оборудование, плюс там еще нет людей, вам нужно бороться за этот трафик, а там уже есть Cofix. Очень спорно. Если для кофейни, очень спорно. Вам точно нужно что-то делать еще там, не знаю, ну, какую-то еду продавать. Ну и то, финмодель очень с долгой окупаемостью. При этом, вы боретесь здесь с Cofix, вы боретесь здесь со всем тем общепитом, который есть в Ереван-Плаза, а его там дофига на фудкорте, огромное количество. Вы боретесь в какой-то степени с азбука вкуса. И опять-таки, если вы работаете на офисников, которые находятся здесь, а здесь я напомню еще бизнес-центр, Центр Т, да, Рябовская мунифактура далеко не будет пить у вас кофе. Вот есть еще вот этот вот кусочек. Росреестр. Ну, здесь вот так уже дофига. То есть, это проходняк, это проходной трафик, который следует вниз от станции метро Тульская к W-Pлаза и к Даниловскому мунифактуре. Нет, потому что не сойдется финмодель. Либо это очень, очень, очень в долгую будет бизнес. Двигаемся дальше. Давайте поднимемся в высшую станцию метро Шабаловская. Что у нас здесь? Какое-то огромное количество. О, да, я знаю. Смотрите, в чем прикол. Да, замечательный это. Короче, есть вот этот дом, дом 30 по улице Шабаловская, в котором сейчас куча объявлений. А знаете почему? В городе есть, как сказал один мой гость подкаста, в городе всегда есть заколдованные зоны. Так вот, есть дом 30 на улице Шабаловская, где есть так называемая нарезка. Нарезка это когда некий брокер или рантье берет помещение в аренду и нарезает на субаренду. Так вот, есть замечательная компания, можно узнать ее название, перейтя на конкретное объявление на Авито. Это брокер, который я хорошо знаю. Они нарезали здесь помещение, они нарезают, чтобы потом продавать, и пока не получается у них это продать. Более того, большая часть нарезки в этом доме, к сожалению, не очень эффективно работает. Если закажете мою консультацию или консультацию ребят из моей команды, поймете более детально, что у них там не так. Я не советую заходить в этот дом. В этом доме зарабатывает только, по-моему, два вида бизнеса. Здесь невероятная шаверма, вот видите надпись Шаурляндия. К ней стоит очередь, наверное, человек из 15 или из 20 я видел максимум, даже, по-моему, какой-то видос есть у меня на канале про них. Это вот Альфа Шавуха. Альфа Шавуха, студенты и, ну, студенты вышки, которые находятся вот здесь, и иногда сотрудники бизнес-центра Шаболовка 31Г, они тусят здесь и кушают. Второй бизнес, который хорошо себя здесь чувствует, это французская пекарня. очень круто села, лучшее место у этой пекарни. В чем еще особенность этого дома? Вот так вот человек, который просто смотрит карту, думает, что все прекрасно, это первое помещение около метро, естественно, весь трафик это помещение берет. но в чем прикол? Знаете, как ходят люди здесь? А я скажу, люди здесь ходят, они ходят вот так, они ходят вот так, потому что идут в сторону вот этого университета, института экономики и менеджмента. Они не ходят около этого здания, около этого здания ходит бизнес-центр Шаболовка 31, и то не факт, они могут перебегать однополосную дорогу. Высшая школа экономики конечно ходит, высшая школа экономики не готова и не сможет прокормить всю ту нарезку, которая сидит вот в этом доме. Здесь охренеть, какие ставки они сильно завышены. Поэтому вы получите очень маленькое помещение за огромные деньги, и я не пойму за счет чего ваш бизнес здесь выживет. Отсюда уехало большое количество арендаторов. Как это понять, как узнать, кто уехал, и они были очень хорошие. По-моему там стоит сейчас только кофейня Кофикс или Ван Прайс, я не помню, по-моему Кофикс. Как узнать, почему уехали, кто уехал, опять-таки пишите под этим видео коммент, или записывайтесь на консультацию, где я разберу детально, где нужно размещаться, где не нужно, рассмотрю конкретные объявления на Авито вместе с вами или это сделают участники моей команды. В общем, вы не потратите лишние деньги для того, чтобы сейчас открыть кофейню, ну, ляма-2 минимум вам нужно. Прикиньте, сколько денег будет сэкономлено. Этот дом однозначно нет. Двигаемся дальше. где же все-таки открыть кофейню, да? Повторюсь, я сегодня абсолютно рандомно смотрю какие-то объявления, те, которые попадаются мне на глаза, на... Ну, поехали, давайте. О, давайте, еще одна заколдованная зона города Москвы, куда, естественно, люди, которые с деньгами не знают, как ходят люди по городу и абсолютно ни в рынке, ни в теме могут слить кучу бабла. Итак, замечательное помещение на Серпуховской улице, дом 14, корпус, 14, короче, слэш 13, строение 1, вот эти любимые московские адреса. И, опять-таки, человек, который только сегодня решил открыть кофейню собственную, смотрит на карту, думает, офигеть, это же бомбическое помещение, здесь метро, здесь бизнес-центры, здесь плешка, в которой куча людей, куча студентов, студентов богатых, все, сейчас я буду рубить капусту, аренда стоит всего 100 тысяч рублей, вообще кайф, но нет, вы прогорите, вы вольете 2 ляма в кофейню, вы потратите на аренду, там бариста, тра-та-та-та-та, короче, ляма 3 вы просрете за полгода, почему? Рассказываю, потому что люди, выходящие на станции метро Добрынинская, куда они у вас идут, они идут первое, поворачивая налево по коровьему валу, они у вас перебегают под садовым кольцом и двигаются на север, либо они идут по станции, по станции по-моему, по-моему, короче, они идут вниз, то есть, они у вас вообще не переходят дорогу, не проходят мимо вкусные точка, точнее, они в вкусные точка идут, но дальше они не идут, они по улице Серпаховская, большая, не идут, смотрим дальше, та самая плешка студентов, которой мы хотим кормить, ребята, они тоже не идут там, они вылезают на станцию метро Серпаховская вот здесь, второй выход, и спокойно себе по стремянному переулочку идут и не увидят никакую вашу замечательную кофейню на улице большая Серпаховская, она им там вообще не сдалась, если мы говорим про бизнес-центр Уолл-стрит, который находится вот здесь вот на углу, то что он делает, как он идет, он может идти, скорее всего он идет от станции метро Серпаховская наверх, он опять-таки не идет вот по этой стороне, он от, получается, что, девятого выхода, а нет, он от второго выхода идет наверх, либо от Добрынинской от первого выхода они идут на восток, вот где, видите, Turkish Airlines, все, опять-таки и здесь ваш бизнес прогорит. Двигаемся дальше. Так, ну смотрите, давайте Павелецкая тоже там, Павелецкая Плаза метро, о, метро, говорю, Павелецкая Плаза торговый центр, Павелецкая Плаза бизнес-центр, куча бизнес-центров наверх, давайте смотреть, где еще не надо открывать кофейню, смотрим, смотрите, в чем прикол, хорошее здание на самом деле, но важный момент, у вас люди вылезли из станции метро Павелецкая и пошли вот так вот вверх, на север, от восток, в сторону своих бизнес-центров, а здесь бизнес-центр какой? Их на самом деле глобально два, это бизнес-центр огромный, крутой, Аврора, находящийся вот здесь, и бизнес-центр, который называется компанией Энко, Риверсайд Тауэрс, да, он, казалось бы, крут и заполнен, но нет, он не сильно заполнен, вот в чем его проблема. Так вот, люди у вас идут вот здесь, сейчас я вам покажу панорама, и опять-таки важный момент, когда вы открываете помещение в стрите, есть такое понятие как тропа, то есть дорожка, по которой идет трафик, что важно? Важно, чтобы ваше помещение было на тропе, чтобы вашей аудитории не надо было сильно смотреть налево или направо, и еще и несколько шагов делать в сторону этого помещения. Так вот, особенность вот этого здания в том, что, сейчас я вам его покажу, как раз-таки оно, вот это здание, находится вне тропы, ну то есть оно находится сильно дальше, это его большой минус, но здесь вот эти бренды живут, живут хорошо и живут давно. проверено. Но, здесь дорого, здесь дорого, но при этом все живут хорошо. Почему? Большой трафик, большой трафик, и здесь люди, идя вот метро, они могут купить кофе с утра рядом со зданием метрополитена, то есть вот прямо в этом же здании, да, или дальше, в чем прикол, важный для открытия кофеен, в том, что люди, выходя из станции метро, хотят купить кофе и с этим стаканом зайти в офис, в бизнес-центр, в здание. Сколько человек может идти, пить кофе на улице? Две-три минуты. Потом ему просто становится некомфортно, неприятно, еще и зима, да, то есть это холодно, поэтому, если вы думаете, что бизнес-центр, который находится далеко, что люди вышли из метро, такая себе история, он купит, скорее всего, ближе к метро, ближе к вашему бизнес-центру. Поэтому, здесь открываться, конкуренция, высоко, здесь высокая конкуренция, открываться можно, но тропа, и вам нужно людей до этой тропы, точнее, от этой тропы до вашего помещения довести. Тоже, если для вас это первая кофейня, не советую это делать. Опять-таки, 32 квадрата, 600 тысяч рублей, ну, то есть у вас не сойдется экономика, если для вас это первая точка. Это дорого, это дорого. Здесь уже сидит кофекс, сап, французская пекарня, ну, там, окей, кебаб, который тоже может, вкус вилл, и все эти люди продают кофе. Не рекомендую, как первую точку. А по Павелецкой есть еще одно место, куда не нужно заходить в кофейне, если вам интересно узнать, какое, напишите мне в комментах или спросить консультацию. это наши замечательные и любимые улицы под названием Покровка, Моросейка, туда же идет Арбат, еще чего-нибудь. Знаете, в чем прикол этих улиц? Да, они туристические, да, там много людей, прогулочный трафик, тра-та-та-та-та-та-та-та, вот эта вот вся история, но, если посчитать чеки, там, кофе, уан-прайса, на тех же самых там, моросейках, покровках, там не супер, и у правды кофе тоже, там не супер, то есть, вот этот праздно шатающийся, экскурсионный, туристический трафик, он не является покупателем, регулярным покупателем и в большом количестве покупателем кофе, просто это знаете, поэтому я не советую там открываться, там космическая аренда, а выхлопа от этого будет немного, хотите это проверить, хотите поспорить со мной, давайте поспорим, готов биться с вами в цифрах, если вы говорите, что Покровка, Моросейка и другие туристические улицы Москвы имеют смысл для открытия кофе, не имеют глобально именно кофейню, я говорю про монопродукт, который размещается там острым или в помещении небольшом, почему не советую, опять-таки высокая аренда, и этот трафик не заинтересован в кофе, он не ходит здесь регулярно, попробуйте выйти на эти улицы зимой, ну как зимой, с ноября по март, вы кратно меньше людей увидите. Ну давайте еще один совет, где не нужно открывать кофейню, давайте сходим на север города куда-нибудь, куда-нибудь на север города, о, мое любимое место, да, 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 я не помню уже сколько раз, сколько менеджеров приносило мне это помещение в заявке, говорит, Дмитрий, здесь надо открывать точку, здесь будет супер, круто, я говорю, супер, я буду рад, докажи, докажи, покажи людей, покажи чеки, здесь очень, короче, это место небольшая Сухаревская, давайте вам покажу, вот, наверное, вот такое помещение, такое предложение, 24 квадрата, выход метро, 200 тысяч рублей, на самом деле, это в цифрах классное предложение, здесь сидит Ван Прайс, здесь сидит Сабвей, здесь сидит там еще кто-то, и здесь постоянно сдаются помещения, магия, да, казалось бы, крутое место, но постоянно сдаются помещения, короче, попробуйте здесь найти людей в обед, да, то есть, смотрите, здесь люди выходят и куда-то убегают, вам важно понимать, куда идут люди, а здесь люди идут как будто бы в никуда, они исчезают, здесь нет большого трафика, ни утром, ни вечером, трафика, я имею в виду, ежедневного, рабочего, да, в обед здесь не так много людей, как понять, много людей или нет, просто пройдите и сосчитайте чеки, сабвы, кебаба, что-то, ванпрайса и т.д. и т.п. Их точно не будет, ну, давайте так, откроем сейчас какой-то адрес точный, давайте я скопирую, большая, сухаревская, 1, 2, стояние, 1, тыц, сабвы, а, крошка картошка, да, очень она себя грустно чувствует, да, а смотрите, даже тупо по карте, медицинский центр, склифлаб, китайские продукты, то есть непонятно, вот эти там трехэтажные здания, здесь никаких бизнес-центров долгое время нет, здесь, собственно говоря, тоже, отсюда люди выбежали, куда им, чего им, здесь театр табакова, и как бы и все, а весь движ находится здесь, естественно, и ниже по сретенке, там прекрасно, а вот этот выход сухаревской никому вообще не нужен, так, давайте посмотрим, кто здесь сидит, прайсы, крошка картошка, ну и что там, и все, наверное, короче, вангую здесь нет тысячи чеков, да какой тысячи, здесь даже 800, мне кажется, да, короче, нет, хотя цифра, ну цифра, казалось бы, типа прикольная, классная, нет, здесь нет людей в обед, здесь нет смысла бывать людям ни с утра, ни с вечера, здесь просто какие-то люди в маленьком количестве, идущие через этот выход, им некуда идти, вы всегда должны понимать, что здесь движет человеком на этой локации, зачем он здесь находится, и кто ваш клиент, что он здесь хочет сделать, куда он идет, да, сколько он здесь находится, сколько ему от этого места идти, до того места, куда ему нужно попасть. Друзья, это был первый выпуск под названием «Смотрим объявления на Авито», напомню, он предназначен для того, чтобы отсеивать плохие предложения на этом сайте для вас, и помогать вашему бизнесу открываться в правильных местах, которые вам подходят. Переходите по ссылке под этим видео, оставляйте заявку на консультацию мою или моей команды, которая поможет из всего многообразия объявлений подобрать те, которые вам подходят, подходят для масштабирования вашего бизнеса. А есть еще очень крутая тема, это объявление, которое находится вне рынка. Мы сегодня смотрели помещение, где вообще не надо открывать кофейню. Если у вас другие виды бизнеса, пишите, будем помогать и вам, потому что мы знаем очень много про этот город, мы знаем его, знаете, волшебные места, мы знаем заколдованные места, где не идет бизнес, и мы понимаем, куда и какому бизнесу нужно идти. Лайки, комменты приветствуются. Если понравился этот формат, напишите что-то об этом в комментах. В общем, до скорых встреч на канале «Как продать». Я Дмитрий Морозюк, эксперт в ритейле и продажах. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова